Никита Михалков известен всем своим патриотическим настроем. На своем канале Бесогон он постоянно ведет патриотические эфиры. Именно из-за них, скорее всего, он и пострадал. Все дело в том, что Евросоюз планирует ввести ограничения против 144 человек, в том числе знаменитостей и телеведущих, которые ответственны за распространение пророссийской пропаганды. В их числе и Никита Михалков. В санкционный список планируют внести певца Григория Лепса, Никиту Михалкова, Бориса Корчевникова и Марину Ким, политолога Сергея Михеева, блогера Дмитрия Пучкова, а также членов семьи бизнесмена Юрия Ковальчука. Кроме того, планируется ввести ограничения против пятерых руководителей телеканала РЕН-ТВ и ТВ, новости их имена в публикации не упоминаются. Власти Евросоюза также собираются заморозить европейские активы ВГТРК, национальные медиагруппы, ТВ, новости и фонда стратегической культуры. У трех российских телеканалов НТВ, Россия-1, ИРЕН-ТВ и ЕС планируют отозвать лицензии на вещание. Никита Михалков прокомментировал свое возможное включение в санкционный список Евросоюза. По словам Михалкова, повышенное внимание к нему можно воспринимать как комплимент. Режиссер пояснил, это говорит о том, что его видеоблог смотрят все. «Ну я прям горд, что наш с вами Бесогон смотрит все», — заявил в беседе с журналистами Михалков.